приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео уделим внимание волосам и поговорим о том когда нельзя мыть голову нельзя мыть волосы иначе таким образом вы привлечете безденежные проблемы и поговорим о том как правильно обращаться с волосами и что не нужно делать а также будем о том как вы можете привлечь изобилие достаток и благополучия в свою жизнь давайте вместе с вами друзья далее более подробно во всем этом будем разбираться каждый из нас старается своим волосам уделять много внимания содержать их в чистоте опрятности а также мы с вами любим восхищаться роскошными густыми и блестящими волосами других людей но мало кто догадывается о том что волосы имеют необычайно сильную энергетику и способны притягивать человеку как положительные так и отрицательные энергии защищать его от различного вида негатива и брать его на себя поэтому очень важно чтобы хотя бы раз в месяц отрезать немножечко кончики на волосах и в данном случае смысл даже не в том что ваша прическа всегда будут благодаря этому ухоженной а в том что вы не будете таким образом накапливать негатив которые они собрали за месяц а таким образом вы будете отрезать и убирать этот негатив у каждого из вас есть знакомые люди которых до определенного этапа жизни их были очень красивые волосы и на ней было приятно смотреть хотелось постоянно к ним прикоснуться а затем какой-то в определенный момент с ними что-то произошло они начали ломаться выпадать стали тусклыми и неприглядными человек начинает ходить по различным салонам врачам а никто не может не най найти первоначальную причину а ведь на самом деле все очень просто волосы данного человека к сожалению впитали очень сильный посыл негатива который несет в себе ненависть зависть возможно даже и проклены если они бы не защитили человека то у него в жизни бы на начали сильные неприятности а также беды но это стоит обращать внимание если что-то с вашими волосами произойдет то обязательно нужно провести энергетическую чистку и стараться больше внимания уделить своей голове ведь недаром говорят что если человек пережил какое-то сильное потрясение какую-то беду проблемы вы если в жизни все идет не так как вам бы хотелось обижается обязательно нужно состричь волосы и постараться это как сделать можно быстрее так чтобы убрать весь этот негатив который окружил данного человеке и он не начал притягивать еще в большем количестве который станет разрушительным и сможет даже разрушить жизнь такому человеку волосы это наши с вами энергетические антенги они ощущают все изменения которые происходят вокруг нас ощущают то как нам относится тот или иной человек поэтому за ними нужно внимательно следить присматриваться и обращать внимание на любые даже самые маленькие изменения если кончики волос начали неожиданно сечься это означает что возле вас находится очень завистливый человек внимательно присмотритесь к своему окружению бывает и такое что после общения с кем-то у вас возникает такое ощущение что вроде ваши волосы стали тяжелыми это означает что данный человек нечистосердечен по отношению к вам если во время разговора кто-то пытается все время потрогать ваши волосы в данном случае мы не обращаем внимание на вашу вторую половинку на ваших родителей детей внуков то ни в коем случае не позволяйте это делать так как данный человек делает это уже целенаправленной желает отобрать у вас положительной энергии тем самым отдав вам взамен заряд негатива если вы приходите к парикмахеру и место того чтобы ощущать спокойствие умиротворение радость вдохновение и вас не тянет на сон а быстрее хочется закончить все манипуляции с волосами знаете вы в это время ощущаете достаточно сильный дискомфорт значит вы на энергетическом уровне ощущаете что данный человек имеет тяжелую энергию не стоит через силу продолжать обслуживаться у данного человека так как это ничего хорошего вашу жизнь не принесет кроме множества различных проблем и неприятностей садясь в кресло к мастеру вы должны чувствовать тепло его рук в таком случае ваше биополе совпадает и такой человек не то что вред вам не принесет наоборот во время стрижки покраски он равняет ваше биополе есть мастера которые понимают что они делают своими руками и ножницами а есть это делают неосознанно то есть не понимают и чем притягивает к вам не только положительной энергии но и также с помощью вот такой вот практики мастер и парикмахер улучшает уже ваше эмоциональное самочувствие девушкам которые не замужем не стоит ходить парикмахеру женщине которая находится в разводе иначе у вас так никогда не получится встретить свою вторую половинку такой парикмахер ни в коем случае не должен делать и свадебную прическу обращайте на это внимание чтобы вашу семью не пришли ссоры скандалы выяснение отношений и просто на все в конечном итоге семья не распалась некоторые интересуются а как же узнать дело в том что когда вы при первый раз знакомитесь своим мастером приходитесь к нему на стрижку вы все равно общаетесь очень редко когда мастер и клиент молчат и смотрят в одну точку как правило есть общение и вы можете видеть как он говорит по телефону с кем он общается далее как он общается с коллегами по работе вы можете ему задать какие-то наводящие вопросы где-то шутку и так далее и вы уже поймете кто же находится перед вами также обращаем ваше внимание если вы долго не можете выйти замуж тогда сходите к парикмахеру мужчине сделайте стрижку на растущую но при этом проговорите такие слова мужчина волосы мне подстригает суженого мою жизнь привлекает я ему доверяю и суженого ожидаю моя вторая половинка поскорее приходи и меня обними проделав вот эту практику очень скоро у вас произойдет новое знакомство вас начнутся серьезные отношения которые обязательно закончится счастливым браком также важно знать что подстригая волосы на убывающую луну вы можете больше сохранить свою прическу она не будет быстро отрастать если живы наоборот мечтается чтобы ваши волосы быстро росли обязательно делайте это на растущую луну если есть то что вы хотите изменить в своей жизни волосы нужно стричь полнолуние для того что произошли какие-то кардинальные изменения но вы должны при этом и натик один и хотеть именно внутренне что вы хотите чтобы вашей жизни произошли изменения также обращаем ваше внимание что во время стрижки волос обязательно нужно молчать и если вы хотите изменений да и при этом думать только о том что вы желаете изменить жизни очень скоро это произойдет вашей жизни многие интересуются как вы можете узнать какая сейчас луна растущая убывающая полнолуние или новолуние этого есть лунные календари но вы смотрите на лунный календарь и смотрите на луну смотрите на по вашему времени по местному времени в котором вы проживаете много разных лунных календарей даже так и называется лунный календарь стрижки волос или лунный календарь именно по прическам лунный календарь из маникюра и так далее и так далее даже по операциям хирурги также из лунный календарь поэтому смотрите конечно же придерживайтесь какого-то одного но сначала найдите свой лунный календарь почему найдите дело в том что в интернете очень много различной информации ваша задача найти именно то что действительно вам принесет то важное и нужное обращаем ваше внимание что волосы содержит информацию о нас поэтому ни в коем случае не давайте свою расческу кому-то и всегда где бы вы не находились собирайте волосы чтобы они не дай бог не попали в руки тем людям которые желают вам зла иначе проблемы будут сыпаться на вас во всех сферах вашей жизни избавиться от них будут очень непросто во избежание таких ситуаций лучше сразу за этим следить чтобы потом не думать как же выйти сложившейся ситуации если вы знаете что вам предстоит столкнуться с недоброжелателем или вам придется общаться с завистником или же контактировать с большим количеством людей тогда заплетайте волосы завязывайте и хвост но чтобы они не были распущенными если у вас короткие волосы то перед выходом поджигайте веточку полыни и делайте не вокруг головы круги и проговаривайте такие слова я негатив ни от кого не принимаю все посылы возвращаю кто со злом на меня посмотрит все свое зло и заберет кто добром тот добро и обретет если у вас под рукой нет полыни используйте лавровый листик это вот простой такой вот совет который вас обезопасит от негативных помыслов и всевозможных различных неприятностей вашей жизни немаловажным является и знание того когда можно когда нельзя мыть голову ведь если при этом не соблюдать правила то вы сможете наполнить свою жизнь какими-то неприятностями проблемами а также денежными потерями так например моя голову в понедельник вы будете постоянно ощущать отсутствие денег так когда они будут у вас появляться вы сразу будете их тратить поэтому от такого действия откажитесь перенеся мытья головы на другой день но если вдруг вас произошла какая-то вот непредвиденная ситуация вам срочно нужно помыть голову обязательно после мытья ополосните волосы отваром из ромашки проговорив при этом такие слова все непонятности прочь уходят голову промываю негатив не привлекаю ромашка его нейтрализует и благодаря ей свои положительные энергии сохранил я но не стоит этим злоупотреблять во вторник взяв за правило мыть голову вы будете наоборот притягивать свою жизнь деньги приумножать количество денежной энергии которая уже у вас имеется что поможет сделать ваш доход намного стабильным можете перед мытьем головы в воду класть три монеты желтого цвета и и потом этой водой ополаскивать волосы это такой вот простой секрет на его действия вы обязательно быстро ощутите талия среда среда девочки мальчики то обращаем на ваше внимание благоприятный день когда вы будете мыть голову в такой день вы будете притягивать свою жизнь удачу успех для этого когда уже закончите свои процедуры обязательно зажигайте свечу держите ее над головой и проговаривайте трижды такие слова энергии положительные привлекаю успехами удачи себе путь выстилая все за что возьмусь быстро завершу и все задуманное осуществлю когда вы моете голову четверг будете таким образом притягивать свою жизнь любовь и счастье для этого кладите в воду палочку корицы буквально на три часа а затем после мытья не ополаскивайте волосы проговаривайте такие слова корица силой свои волосы мои надели энергиями счастья любви меня окружи пусть все приумножить смогу и жизнь свою приятными событиями наполню далее пятница а вот в пятницу нельзя мыть голову это неблагоприятный для этого день так как если вы будете это делать вы притянете проблемы со здоровьем поэтому здесь все таки не стоит рисковать негатив этого дня не получится даже нейтрализовать далее суббота к если вы моете голову в субботу вы сможете привлечь свою жизнь благополучие достаток для этого когда закончите процедуру с волосами подождите обязательно лавровый лес но обязательно там где корешок и сделайте ним над головой три круга проговаривая такие слова благополучие в свою жизнь привлекаю его уже ожидаю скорее приходи и нужду навсегда от меня отгони никогда ни в чем впредь не нуждаюсь так как в достатке купаюсь для того чтобы привлечь свою жизнь светлой энергии укрепить биополе и выставить защиту от любого негатива мойте голову в воскресенье обязательно три раза затем ополосните роста раствором из трех щепоток или из трех щепоток или как вариант используйте веточки полыни при этом проговаривайте такие слова энергии светлые меня окружают волосы мои собой наделяют я любой негатив отобью так как защиту сильную имею волосы меня защищают и все посылы сразу отбивают если вы желаете чего-то больше привлечь свою жизнь нужно определенный день трижды помыть волосы тогда эти энергии очень быстро появятся вокруг вас и помогут вам изменить то что вы пожелаете также девочки и мальчики всегда уделяйте внимание своим волосам не только потому чтобы быть красивой ухоженной но для того что волосы то ваши антенки если вы идете на кладбище или вы идете в такое место где достаточно тяжелая энергия обязательно или ведете на похороны не забывайте одевать косынку или шапку обязательно почему потому что волосы в этот момент они впитывают все энергии для волос для вселенной вы должны поймать это что нет такого понятия это хорошо или это плохо девочки и мальчики используйте эти простые советы и правила в своей жизни ведь они не даром передавались из поколения в поколение для того чтобы обезопасить нас от различного рода негатива и тогда вам не придется переживать ваши волосы будут здоровыми красивыми и обязательно будут радовать вас с вами как всегда был канал за тарика для тебя обязательно девочки и мальчики поделитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео и эта информация будет полезна и важно на прямо сейчас на экране друзья вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите мы всем желаем мыслимых друзья и немыслимых благ и смотрите сейчас на видео на экране вы видите два всплывающих окна это следующие рекомендованные видео для вас нажимаете на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите все к вам мыслимых и немыслимых благ друзья услышимся с вами уже буквально в следующем видео